мир вам что-то не видать с миром с миром вам видимо нельзя за затягивает до на интернет что-то ну ладно не в этом дело чтобы вас только него не вышибло где-то ну как у вас там дела то да слава богу идут вот видишь я в николая тебя увидал слава тебе господи ну как между вами все да да слава христа милости божьей дружны какая у вас сейчас работа первое то что делаете посадками занимаемся грядки садим а где у тебя нынче будет ну даже на саманном на саманном да там можно нельзя качать далековато а можно было бы и качать даже воду ты же оттуда качал когда-то нет нет на саманном и насос у меня есть оттуда качай воду тут такое дело что там двое пенсионеров ему 34 года и на 51 она старше его и они в бурятии хорошие люди сразу видно ну и думает воронеж поговорили часто после этой беды то которая есть а воронеж сам рядом и там будет смута большая они проникают везде из подрывы делают это непростое дело войну это было и в чечне везде в афганистане а тут на своей территории и вот я поговорил с ними то и 15 кажется они должны выехать и хочу их тут проехать с ними даже день задам тут кошкам голубям воды то тут нальют и туда с ними съездить ее оставить ей придется что может быть если только надумают быть здесь где быть вот где у нас огород был туда за переход как переходишь от батюшки то через нинку направо то было она земля там отдохнула и там можно просто попробовать если они приедут каким-то образом там возобновить тем более там кирпичи и все это уже мы убрали также не один год там сажали вот если это такое будет ну-ка то можно так примерно настроиться показать батюшки рассказать он давно смотрит она про мужа говорит он безбородый но не против и бороду не трогать не буду он не вылазит от вас смотрят вас все время сильно расположен и она такая юлия звать так что кое-что может быть вот так кто готовится к крещению а потом начинаем дальше смотреть и бывает еще и запрещенное с русиком тут сколько было его блокировали везде в письмо видим чтобы написал я тут они буду говорить он с ней с бумагой сфотографировался там все это экзекуция занимается вячеслав он серьезно подходит разумно ни одного замещания от меня ему нету ну и руси катаешь а я никогда не закрываюсь от них и он нет нет на меня выходил ты знаешь его вопросы какие-то он из этого никак не выходит но я пробирал крепко а потом я его спросил где где ты находишься то где напади подиже посмотри чтобы видно было но его не поприветствовать львов николаевна покажись им они тебя тоже хотят видеть вот на мою это сказка это будет как жил старик со двумя старухами это интересно будет и 11 кошек 11 беда тут рыжие прямо обижают этих площадь только летят сейчас ими не знаю как сделать куда но это между делом то и вот если господь благословит и люди которые готовятся приедут тут вот у нас придется посвятиться сейчас вот я думаю когда обратиться можно к спонсору своему удастся не удастся ну и дальше будет видно лишнего говорить не следует она уже помогала нам до лет 15 если не больше вот какие люди есть не нашего круга и что интересно я уже лет десять я в глаза не вижу она занята и только по электронной почте вот что напишу все будет и особенно она тронул один раз я написал они этим нет у них этого муки вот сколько я сразу год 12 мешков по 50 килограмм приставь себе высший сорт вот сказал масло прошлом году что масло надо 60 килограмм она привезла 120 растительного масла вообрази и поэтому нас свободно тут которые остались без от без матери и другие когда просят свободно раздаем елена молимся за нее и и вот ныщи не знаю как будет мне раньше нельзя лагеря то нигде не открывают в это время и надо такое время чтобы не опоздать 10 июня если я сообщу чуть позже они с задержкой пока не соберут все но я один раз написал что мне нужно там сколько написал 90 килограмм сахару а сахар то покупали сейчас как разбазарили то на самосвалах приезжали брали его нигде нету а теперь они любую цену делает и сейчас надо хотят узнать там заблокировать их власти то просмотрели маленький а а продавцам то лишь бы сдать и вот я наказался выгода и она задержалась и приезжает и вижу большие фляги от 38 литров обыкновенной которую там у вас стоит полные фляги меда и все за под бломбой я когда узнал говорю это не мое это никак ошиблись нет не ошиблись она сказала это вам она сначала купила где-то на пасеке говорит а потом уже к вам все весь груз погнала вот какие люди есть один раз обратился здесь макаров его как не ошибаться бы депутат полковник военный а он депутат я сказал для лагеря и надо еще ты думаешь он продуктов привез там овсянка хлопья были четыре с половиной тонны не килограмма тонны сколько лет мы этим пользовались как-то поговорил я наткнулся на одного то ли на базаре проходил мимо заглянул на фруктовый он где-то казах или кто-то там такой с южных но я сказал ему я говорю а ты можешь вот сколько продаешь там ну показывает килограмм пять-десять а можешь привести там 8 мешков как мешков прямо конечно но мы с ним так подружились он привез я рассчитался с ним и мы этим компотом все еще не доедаем его я не знаю уже лет на 10 и при том урюку и столько этих дети любят когда урюка там колотить они уходят поленом разбивают после еды вот какие я говорю люди есть вот книга такая отец арсений может считали когда он одна вот это не умер его там в холодной камере держали мол мороз раздетый почти под 40 градусов и он живой остался и он вел как загораются над лагерем везде огоньки то есть сколько у бога добрых людей по всему миру очень интересное я его дважды насчитывал один раз когда уничтожили у меня всю фанатеку власть изъяла другой раз вернувшись я уже насчитал на компьютер на компьютере вот как если это у нас будут люди приедут там куда не надо но я успею сказать что мне заходили не надо как то к ним заходили они все до одного ушли они успевают и буквально потопить своей лжи и настроить про против настраивать еще не надо только сказал и все муж ревнивый убил жену да я посмеялся я откуда знаю посмеялся ты или нет я сказал сказали ему что жена тебе неверная а он такой ревнивый он и и вот такое дело так что нужно быть осторожным во всем словах и где если приедут какой-то домик дать какой дать чтобы сами выбрали у нас есть что дать который иосифов есть который под тополем 2 напротив третий но эту гостиницу надо посмотреть строго то не надо пока но порассуждать может быть внутри то это свободно а вот четыре у нас которая надежда живет где я скворечник и володя где живет и который никита был тут павлов то эти неприкасаемые здесь они все рядом проходы сделали но и все остальное так теперь хотел спросить насчет картошки вы его садите уже нет еще вот продают какое-то лекарство лекарства для ты ну я не расположен к этому ну продают и может быть они лгут рекламу дают с каждого гнезда ведро картошки крупные показано там ну можно взять с собой даже не так-то и много навозу заранее заготовить такой навоз который распушенный лепешками чтобы легко брала и прям в лунку картошку бросать и это тоже сколько там я не знаю там посмотреть надо с матушкой поговорить и у нас картошки будет больше ей не хватает она же одна и та же земля из года в год там бобовые мы не садим у бобовых там образование дается ну то что нужно земле какие-то там на корнях говорят но я чужого голоса говорю но это действительно где бобы выросли бобы там можно сажать дальше подсолнух я подсолнух наоборот все вытягивает земли земля то она тоже на чем-то даже на хорошем быть и вот надо посмотреть может быть так а потом которое лекарство было почему жука к нету совсем у барабашей что-то не так делали протравили не так или не знаю но у она говорит у них нету елена что нужно купить вам вы скажите мы тут сестрой вот любовь николаевна где идем сегодня может быть проникну еще на вторую строительную и там подвале у меня тайничок был который не нашли кгб когда искали теперь думаю поехать с лопатой с лестницей спуститься а туда-то мусора мусору кое-что поднять и начать копать и найти эту духовку в которой пленки лежали у меня было где-то пять тайников а комната 12,8 квадратных метров а куда тут подпол я в стене в стене делал долбил и где есть там заклеено было обоями обои такие чтобы клеточки было и одна клеточка она точно прорезана была и можно было вытащить мало того там еще забью гвоздь и хлеб не снарядом сразу нашли а как нашли они слышали что я долблю то они заходили все фиксировали а вот которые были где-то дальше закопанное не могли найти а закопано означает температура то холод то жар зима лето а пленка магнитная требует два раза в год ее надо целиком прокручивать снять магнитное напряжение а она же лежит вот это все у меня осталось там 30 лет неприкасаемые а господь сотворил чудо даже вот такая была на морозе пленка все и вот с нее злато луз житя святых я потом помог николай польгу и пустановый магнит афоны цифровать все было цифровано и распространено в интернете один ты еще не сделаешь тем более когда тяму нету ну вот так у вас может какие наказы есть для нас давай говори есть вопросы просьбы к вам просьбы к вам от меня у меня тут набралось мед и я тогда не смог отправить книги и мед вот хотелось бы прошу вашего разрешения приехать в это воскресенье воскресенье или может быть другое воскресенье свободный день чтобы сдать через транспортную компанию сдек вот и немаловажно повстречаться с вами и что-то вам привезти и от вас забрать вот к нам принести не закончил да все может быть и не надо приезжать вы пришлете у нас есть занятия сам поеду и через транс эту почту елена все это посылает и это я знаю вот она сейчас написала только я и дал если у сергея нашлись мои книги новый завет второго издания а в третий готовим они все синхронно одинаковые будут одинаковые и он привез сюда и я комплект один это три тома серьги ей отдал 40 примера экземпляров кто деньги присылал чтобы с ними сейчас рассчитаться а мы издадим или не издадим а те которые прислали деньги которые я сейчас отдаю на эту сумму как бы ну раз мое я и свое и а я-то беру для подарка там видно будет когда придет издание пока задерживается нигде не можем найти дешевле вначале сказали какая цена она не такая один экземпляр то никак не меньше 5000 никак потому что стоимость взлетела сразу в два или три раза говорит бумага у них бумага есть уже можно было я посмотрел положила через бумагу на той стороне напечатанная тень остается на это не пойдет другие книги я посмотрел это сходят но на евангелие нет она должна быть более плотная бумага а более плотная значит более дешевле дороже видишь тоже у нас все стоит сейчас как бы на месте но редакторы работают корректоры два тома проверяют и дальше как будет давай володя у меня же огороды в этом году я не буду засаживать они свободны два огорода у меня где теплица и этот огород там все изрыток ротами но как там занять можно и где матушка садила картофель те годы помогали им тоже сажать не она не я не будем картофель на этом месте земля туда дальше что травой заросло она там у навожена и там ничего не посаженного земля очень хорошая плодородная поэтому все можете под картофель там пропахать спахать и занять куда вам далеко где-то идти когда у меня все огороды свободны и где крыжовник и смородина этот огород очень хорошая землян и отдыхает она уже много лет тоже можно занять картошкой так что посмотрите там может быть это вам поможет ну а там еще и на тихо счета в подполе у нас картошка осталось мелкой много осталось и можно было бы ее на посадку сюда перебросить куда вам до них не а теперь с с кем мы это сделаем с кем михаил михаил лазил говорил он я мало пользуюсь у меня татьяна приготовлю я встречаю она вот вот брат то почему и предлагал воскресенье приехать и что-то от вас забрать и свои дела сделать это тут другой разговор а приехать начнем на вашей машине ну все уже и подремонтировали подремонтировали а когда ты будешь полновесным в среду будет экзамен в среду будет экзамен ну настройся на то чтобы сдать поактивней будь а то я вчера слушал выступление этого жириновского ты на него не обижаешься что он так говорит как у жириновс который умер владимир вольфович а я мне то что на его бежать да он трогает вас и он разбирает всех людей и говорит более глупых неразвитых нигде нет только урал а почему там большие залежи все время магнитные притяжения возьмите ельцин оттуда то какой он и он говорит я знаю по всей стране езжу самые глупые люди это на урале которые так что от вас тут и не зависит магниты вот так объяснил а ты оттуда этому как бы не обидел моего брата дорогого у нас на мертвых еще обижаться это надо было свое время мозги развивать да там тоже были умные люди но это знаешь это после нового года после обильных возлияния но все мы воскресенье после службы выезжаем вам туда в барнаул и ты тоже поедешь ну конечно куда его 1 пускать ну да это резонно вас там нельзя ну картошку возьмете банки а нельзя сзади прицеп у игоря там взять чтобы вас нет нет все вопрос сняты прицепного нет прицепного нет и на таких прицепного нету за что цеплять а так как фаркоп или как называется это нужно устанавливать устанавливать а может где-то с разбито снять можно у игоря там сколько техники то есть и старые машины то попросите у него снять просверлить дырочки прицепить это так можно но за это наказывают прям сразу оштрафуют и машин на штабстоянку эти вещи нужно лицензированные во первых прицепное устройство и устанавливать на специализированной станции я даю документы и тогда уже будет отмазка для гаишников а так останавливают по понятно это не стоит горит шкурка выделки подорожало все конечно установить установить и купить это возможно около 15 тысяч будет возможно минимум да 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 игнатик простите меня неразумно сказал убить можно словами таки ой 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 мы когда готовлю готовились миссионерские путешествия машину покупать и всякие варианты брали груста большой за один выезд мы берем около тонны книг ехать не три человека и все было в разное но принят совет был там глушков игорь ты его увидишь такой истощавший вот и он говорит взять нужно газель мы не сразу на это пошли но когда все посмотрели где продают я не сам брал и взяли новое прямо с завода конечно переплат большой был ну стоит она как танк идет и 120 тысяч километров позади их и мы обошлись без прицепа потому что где мы были там не до прицепа я посмотрел в италии машина они как будто обрублены вот такая вот и вот на два человека но маленькие прям совсем маленькие места то нету а мы так куда такие атаке это когда сам по себе там не только засыпить то надо еще и тормозить бывает тормоз туда проходит про какие там шланги на это и вместо ее который не должен никак превышать половину веса самой машины иначе и будет кидать назад и поэтому мы обошлись газелью и сказать не если бы не поломка в швеции было то нормально бы уже ехали потому что когда мы на нижний новгород попали оттуда она была и там инженеры все были им были приятно что мы приехали показать что их техника где было перед ней на колени становились и но вот это какая-то там шестеренка что-то передает горючее она была сделана ульяновском заводе это мне ульянов отомстил за за то что я его не счету и вот мы были в нижнем новгороде когда приехали обратно а как когда сломалась швеция стоим никуда вот это было для нас я ушел там в лес помолился ребята здесь виктор и николай они по возникал а специалистов ничего нельзя сделать все пробовали там перекинуться никак его как тогда поминутно время начало отсчитываться машину дата трасса такая небольшая туда и сюда по одной машине идет береза вокруг как на алтае такое место все мы засняли там и решили что идти а виктор то пошел туда вперед играет там в резинку там видать крыши он там люди есть но мы сразу и пошли собаку я сразу на поводок урагана пришли а там прямо на выходе хозяин из дома выезжает вот если бы мы вам меня на ранее слышно да тут налетели слышно слышно да ну и только мы я попутно хочу сказать он со двора выезжает и оказался швед а разговаривает по-английски и нам хватило наше знание чтобы с ним переговорить беда случилась мы тут ночевали и уже новый день пошел а мы никак он я не знаю вас деньги то есть какие евро доллары там не работают ладно есть но я в полиции сообщу вы сообщите ну уехал он никакой полиции нету потом полиция проезжает проезжает чуть-чуть потише мимо нас проехали развернулись и остановились выходит женщина стали говорить откуда мы не проверили наши документы все уехали тоже никакой помощи деньги есть только про деньги спрашивают я им оказалось что нам еще ехать 70 километров до города а там портовый центр какой-то и оттуда надо заказывать эвакуатор эвакуатор ровно в сто раз дороже чем своим ходом и вот он приехал нас ему надо нас загнать себе там поднять или мы заехали как-то сейчас не помню ну и дальше там собрались они ребята с ними а я собакой гуляю а там молюсь и они там механика всех вызвали машину разобрали посмотрели говорит нет не работает и нам не сделать это оказывается шестеренка а так как у них такой техники нет у них запасных нету но они не сказали шестеренка там и потом надо нам теперь перебраться через балтику попасть там от балтики если повернуть сторону бывший кенигсберг нынче калининград и там у нас один знакомый заочно вышел на меня булкин фамилия димитрия ну там советская вреда российского же территории там могут отремонтировать думаем так ну и нас потащили затащили на корабль ну паром называется и дальше переехали балтику а он оказался в испании то ли уехал то ли что он сразу дает указание за нами приезжает туда в литву кажется эвакуатор и туда а там подняли все на ноги по всем магазинам искать где такая редкая шестеренка нашли я один раз только не ночевал внутри машины братья палатки ставят а тут никак они загнали туда она наш гараж закрывается но мы палатку поставили у дверей караулили и отремонтировали мы пошли оттуда когда обратно переходили уже границу российскую то страну и в это время у нас путь пошел через новгород туда нижний новгород и вот как интересно мы зашли ну и там около выхода толкемся но немножко а там который вахтера здание которое у них администрация сейчас я не помню но кажется три этажа было я говорю нам нужен главный инженер главный конструктор своему же директора вы уйдите с дороги тут мешаетесь я это какая раз она нас прогнала я говорю закрытый ход нам теперь полностью бог будет работать отходя тут маленько тополя мы сдвинулись и стали молиться глаза открываем эти кого на нас инженер инструктор стоят перед нами как филиппа евнуху господь опустил ну и мы стали с ними говорить вот представь мы их не видели нигде не разговаривали в молитве открыли глаза они стоят рядом ну и дальше они сразу назначили а то где были мы сказали это наша машина там было игры в австрии когда были перед ней становились на колени становились там корреспонденты какие-то так вот отстали фотографируют россия путин газель газель вошла рядом с путиным но я дали хорошего механика и он с нами поехал прослушал и видимо выявил кое-что и нас туда поставили нам нужно срочно выезжать сейчас там которые уже стоят на очереди сделает и вас и коснулась к вечеру это концу дня только на надо было у них концу уходня ну и вот мы сели обедать а день постный был еще мы только развернули парень один бежит подождите с корзиной вас дано указание накормить полная корзина там и сыр и котлеты мы говорим постный день как постный ну не едим молочно а что можно мы говорим ну что хлеб ну если есть сказали там помидоры он мигом туда с корзинкой наден на накрытая салфеткой и мы тут палатку расстелили сидим вот какие люди и он побежал это уже все что можно было все наложил опять корзину и мы пообедали ну и мы прямо к мастерскую это заходить а завод нас ну завод это настоящий и они у нас распотрошили машину то и все сделали я дальше вот по сегодняшний день она ходит но его колымагу какую-то купили колымага а для меня она белая лебедушка показал ему нет машину нашу нет еще ну что ж такое то дай ему чтобы он там покатался везде и посмотрел зарядить аккумуляторы надо у нее бывает иногда счета там отключается ну пускай он ее посмотрит и знаете тихо дай и знаете тихо у меня категории все открыты так что можно даже и на ней управлять у меня категории открыты да вот какое дело то если когда как сделать а чтобы наехать там могли то ну володя рядом машина то на него ну как тогда доказать нет нет она на андрея ездить ездить но не она не отдана она не это такая наша и есть а когда с андреем едем ну тогда вот андрея вам нужно там взять или как тогда можно на ней поехать к погоняйте этом по полям посмотрите как она идет у не ведущие два вот что самое главное у нее высокая она нигде не садится на пузо ну и представь она только сиденье на семь человек семь на всех ремни и около тонны свободно берет тут в нее мы загрузим все тогда все банки все уйдет и картошка и знать их спаси христос посмотрим обязательно посмотрим сегодня же это посмотреть открой позови андрея андрея только позовите чтобы андрей сказал что и как и и прочее андрей пускай сделает вы выведите вот я советую так ему будет не обидно тогда мало ли еще подумает и скажи да на указание и испытать чтобы поехать а вас тут не трогать осенью то он конечно нас увезет если будет здесь вот такое сделайте так как я говорю к андре обязательно сказать он хороший и не не так как другие там вот такое дело никита то там как дома 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 ну так ну и попутно маленький вопрос там которого голубка я прислал как он живой да общается с другими голубями у меня тут прилетела интересная голубка видно в прошлом году ты когда дверь то залазишь как у голубят это он его зайдет и дверь распахнутая так делал ты не сказал то а кот в это время на него это допрыгает и прямо там а он то этого не ведь я когда вернулся смотрю большие перья крыльев они не выпадают а тут весь угол забиты я походил что это такое я не могу понять смотрю в одном угле в другом везде перья перья кучами а оказывается он уходит валерий закрывал и и биток открыты а любовь николаевна не раз видела не голубей тащит он видимо у них я нашел две или три кузнецы здесь и примерно я так прикидываю больше двадцати голубей которые были ручные все исчезли у которых были гнезда я залез везде холодные яйца такого никогда не бывало но когда хозяев то нету разбито вот какое дело было то и поэтому у меня тут всего только восемь и видим остальные это голуби разлетелись и одна голубка белая стала прилетать я ее не заметил так считаю то 8 то 9 и потом увидел она робкая такая и на одной на ноге у нее только один коготь остальных нету видимо где-то ночевала на железе отмерзли и вчера она вот сегодня первую ночь она у меня там ночевала как я приехал я подкармливал ее ну она хорошая белая белая такая вот это небо это него небольшое сообщение но в этом сколько внимания надо было чтобы это заметить ее и вчера я залез и рядом сыплю семечки там наверху этот долгов привез евгений алексеевич и она ко мне уже начинает внимание на меня обращать но у меня тут ты сам знаешь серые два были дикие они у меня в комнате были они совсем ручные не ручные были а теперь они она садится он ее и топчет а ничего нету нету бесплодная у нее нету яйца сидит прямо прижалась я под нее руку хочу она бьет меня не не лезь не смотри а пощупай пустое гнездо и вдруг одна голубка снесла здесь вниз я сразу яичко взял и под нее подложил дня три прошло еще одна снесла я опять отобрал и под нее она на двух так она не знаю как бы не умерла там от радости она не вылазит как не посмотрю она но суррогатная мать и вот что получится там это я уже рассказываю как я не голубевод я просто любитель голубевода не выращивают новое в разное там какие надо какие признаки быть какого цвета не нужно убирают а я ничего этого не делаю да тоже убирал не нужно и а теперь не смотрю какие они там лишь бы были у меня сейчас ровно 10 так у тебя там который наверху были кюре кита много пшеницы ну есть пока не трогать за когда поедете загляни к игорю и скажи ему игорь может быть я там где-то в конце подмочена не пшеница такая которая ну знаешь как за отходы шло но это комбайн купили у него отходов нету мне неприятно это а тогда были отходы мы сразу брали там сколько мешков там 30 могли взять ну он молотит когда отсеивает и пшеницу дробит она никуда уже не идет она в отход идет а сейчас еще нету так женя мне привез я говорю а чего ж ты привез то целую пшеницу я прямо с комбайна видно не разгрузили осенью то он прямо с комбайна нагрузил и может быть у него есть где-то там старая и сколько можете захватить у меня совсем почти нету ничего он привез и два мешка полных ящ меня а ящмень то она не ест она сразу сдохнет ящмень свиньям его на дробилки и потом дают там межместиво а это голубь вот такое дело посмотрите о чем я сказал машину выгнать и начинаю трепать узнаешь как она тормознуть там на поворотах какие недостатки андрея узнай что он заметил чтобы он дал разрешение бумагу написал написал а как я не знаю какой документы надо страховой полис нужен тут на днях я просчитал про одного я даже знаю его как они не лично он ягод никогда не плачу а когда а редко когда штраф дадут штраф говорит там сколько-то он назвал 5000 что ли за 10 лет а страховка каждый год чуть ли не 17 тысяч правильно неправильно он говорит я не знаю он вот мне легче штраф заплатить а штраф этот нигде не отвлекается на его биографии я ну вот такое дело подумать надо если у нас это дешевле деревенским людям ну тогда и страховку можно сделать нет 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 не дешевле все один стандарт ну а сколько сколько на сколько страховкам нашей машины будет стоить газели ну я я не знаю не знаю если легковой автомобиль где-то порядка около пяти шести тысяч то газель но может быть раза в два может быть да неприятность но вот я слышал такое что легче штраф заплатить чем брать страховку и мне это понравилось но так вы нигде ничего не нарушили никого не задавили а это я добровольно могу платить могу не платить они могут штрафовать и штрафовать вот у нас когда ребятишки позевают нужно закрыть вот так рот платочком или как он так разденет и стоит как пингвин ну вот разрешается кто рядом стоит атаку в рот пальцем провести приучать а ему разрешается зубами захватить палец а этому разрешается руку выдернуть на этом все но ни один еще не укусил потому что мышца не успевает сработать как он пальцы уже выдернул так что нас обвинять очень трудно в чем-то остальное это все сделано как надо но все мы пошли туда ну давай а то у чехова есть такой рассказ у него три зятя было и он не знал кому подписать ну и один взять там другой и как а когда он стал об этом говорить там как я не уже между собой двое то кому больше кому меньше а когда третьими взять он говорит а зачем мне это я сам работаю мне не надо и он его все подписал одному сделали слуховой аппарат деду он через четыре месяца приходит врач говорит ну как аппарат хорошего точно хороший родные то теперь небось радуются что вам кричать надо радуются я уже четыре раза завещание менял что они говорят это он не слышал никогда а тут все узнал да скорее бы то старый крич сдох бы за завладели ну братья все давайте с богом поедете там тогда почему у вас молоко андрея 50 рублей литра литра 50 рублей дешево но полторашка полтора 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 пол у него 100 рублей полторашка так что там у вас подешевле но и мы как нельзя он и строится и я посмотрел там не пасется все у него это куплено до клочка сена так что тут которые продают ты у которых покупал ну мы можем взять молока привести вам ну да трехлитровую банку и заранее заплати а тебе все равно когда-то отдавать буду у них и сливки тоже хорош сливки это не моя еда это дорого я молоко я с них сметану сниму простоквашу а который не досмотрю и второго еще превратится пьете я вижу щеки то тебя розовые так ну тогда так можешь захватить у нас березовки нету с полностью если можно приехать но молока можете захватить а раз нас тут трое можно и две банки не надо все не надо не надо и 1 7 2 банки ну ладно хоть одну в одну вода приехали то много прокиснет ну все тогда братья все обсудили милостью божию давайте храни господь вас давайте